Сегодня первые партии Светлогорской целлюлозы уже отправлены в Китай, Словению, Германию, Италию, Бразилию. На предприятии экспортные поставки расценивают как успех. Реализация инвестпроекта по строительству завода сульфатной беленной целлюлозы шла непросто. В 2010-м Светлогорский ЦКК и китайская корпорация инжиниринга SAMS заключили контракт на строительство завода под ключ. Однако свои обязательства подрядчик до конца не выполнил. Чтобы устранить около двух тысяч недоработок, понадобился почти год. По словам руководства концерна Беллесбумпром, сегодня значительных проблем на предприятии нет. Начинается его вывод на проектную мощность. До 1 декабря мы получим все разрешительные документы. И следующий год у нас задача стоит выводить его на проектные мощности. Сегодня производим продукцию, соответствующую всем стандартам. Продукция сегодня очень востребована. Сегодня вся продукция экспортируется практически. Плюс задача этого нового завода обеспечить, так скажем, сырьем для производства остальные целлюзабумажные предприятия концерна. Вместе с тем задержка с выходом на проектную мощность не лучшим образом отразилась на доходах предприятия. В октябре 2017 года Светлогорский ЦКК подписал договор с компанией Экман and Company AB на оказание услуг по продвижению, маркетингу и продажам сульфатной хвойной и лиственной целлюлозы, ориентировочной стоимостью 600 миллионов долларов. Сегодня приходится констатировать, снижение мировых цен принуждает вносить в первоначальные планы коррективы. Этому вопросу во время визита премьер-министра уделяется особое внимание. Сегодня произошло определенное падение цен на эту продукцию. То есть она востребована, она продается, но цена упала процентов на 30-40. Ну, колебания рынка таковы, к сожалению. В Реческом районе особое внимание реализации инвестпроектов на предприятиях деревообработки. Завод по производству плит, МДФ, ХДФ, акционерного общества «Гомельдрев» свою продукцию сегодня поставляет в 16 стран мира. Инвестпроект по его строительству реализовали в 2015-м. В прошлом году вышли на проектную мощность. Сейчас завод, по сути, позволяет держаться на плаву всему «Гомельдреву». Премьер-министру Беларуси Сергею Румасу называют цифры. Загруженность мощностей по производству фанеры сейчас составляет 65%. Пиломатериалов – 86. Зато оборудование по выпуску плит, МДФ, ХДФ эксплуатируется даже в более значительных объемах, чем было предусмотрено проектом – на 107%. И что особенно важно – без потери качества. Расчетная производительность завода – 150 тысяч кубических метров в год. Учитывается время на перенастройку оборудования при переходе на другие толщины, время на обслуживание, вспомогательные операции. За счет того, что количество переходов в этом году мы уменьшили по согласованию с белорусской лесной компанией. И за счет того, что уменьшено количество простоев по вспомогательному обслуживанию, хотя технический регламент выполняет 100% загрузка, оборудование в среднем за 9 месяцев составило 107%. На сегодняшний день завод МДФ – это наш локомотив. Продукция рентабельная. Рентабельность продаж в целом по предприятию составила 7%. Отдельно по плите шлифована 14%. В принципе, востребованная, брендовая. И проблем с продажами этой продукции мы не имеем. Этого события ожидали 15 месяцев. И не только жители Гомельской области. Новый мост через СОЖ расположен на оживленной автомобильной трассе М8Е95, соединяющей границу Российской Федерации с границей Украины. В августе прошлого года ввиду аварийности старый мост закрыли. Тогда же весь транспорт, в том числе больше грузный, направили в объезд через Гомель, что создало для города значительные проблемы. Что касается новой конструкции, построенной рядом с закрытым мостом, то она сможет без проблем выдерживать нагрузку в 60 тонн. Пройдет и любой большой груз. Общая стоимость с учетом работ по благоустройству – около 60 миллионов рублей. Строительство продолжалось 15 месяцев. Работали действительно ударными темпами. Ускоренными темпами при строгом соблюдении всех технических нормативов здесь использовались как новейшие технологии, так и отечественные строительные материалы. Мост соответствует требованиям безопасности и, как нам здесь сказали, прослужит не менее 100 лет. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.